Всем привет, ребята, с вами Тричент, и да, это новый выпуск 4 свадьбы, если вы этому рады, поддержите это видео лайком. Для вас это пару секунд, для меня это очень будет приятно, потому что у нас сегодня 4 новых невесты. Как всегда, хорошая, я думаю, порция трешнячка, поэтому берите с собой еду, я надеюсь, вы уже взяли себе покушать, кто-то попить. Ну, потому что так будет время проходить намного веселее, потому что мы начинаем. Всем привет из студии «Бедницы». Мои невесты собрались, чтобы познакомиться и рассказать о своих свадьбах. Первой замуж пойдет Ольга, Санкт-Петербург. Свадьба моя не будет похожа на обычную классическую российскую свадьбу. После регистрации в ЗАГСе на кораблике по ночной Неве мы плаваем и посмотрим разводные мосты, белые ночи. Я что-то от Питера, если честно, ожидала, ну, более грандиозное, потому что это столица, там должно быть круто. Питер столица? Простите, я, конечно, не в России живу, но в каких это пор? Питер стал столицей. Москва-то это вообще деревня. Красиво, дорого, богато. Нет, Питер большой город, классный, да. Потом в продолжении различные закуски. В принципе, одним фуршетом не наешься на свадьбу. А бюджет свадьбы какой? Сто-120 тысяч. Свадьба очень скромная, у меня очень мало будет гостей, только самые близкие. Самые близкие и вы. Вы мои самые близкие. Входят в бюджет? Входят. Мы вместе с сестрой ходили по Париже, убирали мне свадебное платье. Ну, если у тебя что из этого... Очень странно, знаете, типа мы как бы вот это по Парижу с сестрой выбирали свадебное платье, а свадьба вообще за 120 тысяч рублей. Нет, все есть, конечно, деньги, но вот странно, да? Всего платье где-то тридцатка из Парижа, аренда и так далее. Ну, да, девчонки, это жрать будет нечего. Даем слово Кристине из Нижнего Новгорода. У нас будет свадьба в стиле сказки. Я принцесса, я из сказки, я белоснежка, где мы и севгном. Мы вот как раз хочу раздать вам приглашение, как раз, чтобы вас погрузить в эту атмосферу. Это наша сказка, мы будем писать свою историю. И сколько ваша сказка вам обошлась? Знаете, у меня сейчас проблема, вот если мне сейчас кто-то дал бы диск, у меня вопрос, у меня не на чем вообще даже его реально поставить. Вот у кого такая же проблема, вот если вам кто-то подарит диск, у отводства есть, куда его вставить, чтобы он открылся? Я уверен, у кого-то, конечно, есть там компы, еще ноутбуки, куда есть дисководы, но в моей уже жизни это на самом деле проблема. Миллион. Кем ты работаешь? Я работаю в магазине сантехники. Поняли? Та баба за 160 тысяч в Париже платье выбирала, а у этой свадьбы за миллион в магазине сантехники работают. Вот где бабки, в общем-то, в трубах и в унитазах. Да, понятно. Ну, на миллион там, наверное, сказочных героев пригласят, костюмы сказочные будут. Бракон, наверное, из сказки прилетит. Что самое дорогое на свадьбе? Миллион. Наверное, мое платье. Мы поехали в Москву, я зашла в первый же магазин, я его одела и поняла, что это оно. За 120 тысяч купить в первом магазине в Москве, ну, такое себе удовольствие. Ну, а вдруг оно подошло сразу. Следующий о своей свадьбе расскажет Татьяна из Волгограда. Я, если честно, убеждена, что моя будет самая необычная. Ну, это будет классика с элементом казачьего стиля. Она такая гламурная дива, конечно, и такое платье. Я не сказала, что у нее казачья свадьба. Я подумала, сейчас там будет лакшери что-нибудь. Казачья свадьба это вообще. Я даже себе не представляю, что там можно сделать. У меня будет очень милое платье, на котором будут и бусинки, и перышки, и все что угодно. Я буду такой волшебной принцессой. Здесь или надо в традицию уходить, или стильно все делать. Немножко, ну, не совпадают у меня. Должен быть стиль у свадьбы, чтобы она имела общий образ. И последней будет свадьба Виктории. Город Москва. Сразу скажу, предложение сделала сама. Потому что он вообще никак не соглашался. Не, ну что, в равноправии, как бы 21 век. Все это он должен только делать предложение. Могу и я. Мне пришлось брать его штурмом. О, боже мой. Ты мой маленький. Ты моя булочка. Такой, как ребенок. Надеюсь, у них придет. Немножко пугает и настораживает. Взяла мужика за яйца. Сейчас о любви, о искренних отношениях. А здесь, ну, не знаю. Бюджет у нас ноль. Вплоть до... Вот это мне прям интересно. Это как можно за ноль отыграть? По бартеру? Колец у нас все идет бартером. А не блогеры? Катя у меня еще нет. Для него еще мне надо подхудеть немножко. Ну, как это вообще возможно? Я не понимаю этого. Ну, так она сказала бартером. Ну, для того, чтобы выиграть свадьбу бартером, это нужно быть, ну, как минимум, какой-то звездой в инстаграме, в ю... Я не знаю, ну, в ютубе тяжелее. Не так много ютуб-блогера. Вот тикток сейчас много, инстаграма, да, скорее всего, инстаграм. Либо я чего-то не знаю, поймем дальше. На халяву, мне кажется, только в мышеловке. Это за все нужно платить. А какой стиль свадьбы? Стиль, но не буду обманывать, на самом деле он еще не готов. У Вики не столько не готова свадьба, сколько она не хочет об этом говорить. И рассказывать, чтобы вызвать больше эмоций. Девочки, ожидала, конечно, феерического шоу. Подведу итоги, что придется нам выиграть. И мы с моим любимым Женечкой поедем на Сейшелы. Девочки, спасибо вам за это. Как самоуверенно все. Ну, давайте, это первый. Может, свадьбу за ноль сразу, нет? А, Питер. Приветствуемся. На корабле в Петербурге. Этот город настолько культурный, что даже птицы, пролетая над ним, терпят. Именно здесь судьба и искусство соединили сердца нашей первой пары, Ольги и Олега. Мы на свадьбе будем просто суперзвезды. Они певцы? Мы познакомились на вступительных испытаниях в театральную академию. Актеры? И я понял, что придется больше, чем учиться. Первые два года отношений я очень ждала, пока мне сделают предложение. Потом я поняла, что это все формальность, и эта мысль ушла у меня из головы. И как раз, когда эта мысль ушла у меня из головы, как всегда это бывает, Олег и Дио мне тоже. И закружила она с любви. У нашей невесты самый волнительный момент. Последние приготовления. Где-то звонила бабушка с дедушкой? Мам, ну можно сейчас, пожалуйста, мы сейчас с Дашей доделаем. Они не лягут спать уже, это Дальний Восток. А с проектами у нас с Органией определились, а Ольга Николаевна с Павлом. Оля, не раз, у меня есть вода, спасибо, мам. А соперницы уже в Питере. Надо кого-нибудь спросить. А какая там фуршатская? Фуршатная. Дом бракосочетания надо спросить. Мы прошли в ЗАГС. Нас даже никто не встретил. Я мама Ольги. А должны были встретиться? Наконец-то нас тут нашел. Сами найдете. Олина мама – это единственный человек, который обращал на нас внимание. И она, правда, искренне хотела, чтобы все было хорошо. Я сестра Ольги. Настя. Ты похожа на нас. Ты младшая? Нет, я старшая. Спасибо за комплимент. Иллинировали все. Это так здорово. Спасибо за наши сетки. Улыбка такая, неискренея. Пожалуйста. Ну то ладно. Прямо, прямо. Красивый зал, потому что он старинный. Открылись двери, и заходила Ольга со своим будущим мужем. Ага. И красиво. Платье было красивое. Оно настолько блестело. Красиво. Мне нравится. Я прям, когда увидела ее, у меня аж немножко так сердце затребезжало. К сожалению, оно было, ну, не свадебное. Сразу в глаза бросилось то, что на ее букете были ленты Прованс, которые вообще не сочетались с ее платьем. Является ли ваше решение стать мужем и женой? Мне нравится. И если... Объявляю вас мужем и женой. Можете дать подес нам. Оля и Олег расписались и начали вместе плакать. И что? Конечно, это ужасно. Мужчина, он должен оставаться мужчиной. Может... А потом, знаете, что самое интересное? Именно у этих баб. Я их женщиной назову. Че ты, падла, такое черствое? Тебя что это не тронуло? У тебя души нету. Ты хоть бы меня пожалел. Он такой, я мужик, блядь. Нужно растрогаться, но плакать нет. Нет. Понятно. Не надо. Пережили мы это все, поздравили и пошли дальше. Пошли на фуршет. В туалет хотя бы просто. В этой маленькой комнате набились люди, в которых нет никакого просто воздуха свежего. Какая-то усыпальня. Мужик не должен плакать. Ангел на ходулях. Эти пирожины. Не все сладко едят. Я тоже не ем сладкое. А вот молодожены от сладенького не откажутся. Вместо каравая били яблоки карамельные. Давайте, три, четыре. Давай. А в чем прикол? Кто больше отбил, тот и главный в семье. Я не поняла, кто там что разбил, кому что разбили, куда это яблоко полетело, и результаты конкурса были не оглашены. Давай. Я считаю, что нарушение традиций все-таки. Так разве какие-то традиции? Господи. Я не знаю. Тут традиции тоже, тут традиции. Вот моя бабка бы такое не подержала. Это люди тусят, как хотят. Хотят яблоки бьют, хотят яйца бьют. Не обязательно свои. Опция ЗАГСа, или это была специально такая. Опция заказанная, как сюрприз. Ну, если честно, это было ужасно. Ужасно. Вот чувствую, что такая будет противная барышня. Куда-то. Все, не нравится. Вик, не куда-то, а на корабль. Место проведения торжества. Ну, потом покажите, вот я, давайте, делаю сейчас ставку. Потом покажите вот ее мужика. Мне почему-то кажется, что она такая очень жесткая, а мужик будет мягенький. Посмотрим. Ну, она очень дерзкая такая. Все и не так, блин. Мужик плачет. Знаете, как будто она такая с яйцами. То есть, как будто она мужик. Мужики не плачут. Это шлюпка. Шлюпка. Такое ощущение, что мы зашли, ну, просто на прогулочную яхту. Внутри есть прогулочная яхта, и что? Собирали столы, прикручивали ножки. Мы успели подготовиться, что мы не знали, что мы придем. Да ладно вам, девушки, не драматизируйте. Вот уже и столы накрыли. Прикольно, необычно, как по мне. Добро пожаловать на свадьбу Ольги. Бюджет свадьбы – 120 тысяч рублей. Еще и бюджет. Стиль свадьбы – творческий. Фишка – свадьба на корабле. Вот, заходим, сели за стол. Ждали мы чего, фуршетика, вот, а там был банкет. Нас обманули. Это был банкет, это был дешевый банкет. Девушки, но это же приятный обман. Зато поедите нормально. Такий бюджет, мягко говоря, не миллион. Мы посмотрим, что нам предложат по факту, сколько там, 8 раз больше, да, там, сумма. Миллион, а тут 120 тысяч. Было интересное меню, не скажу, что все вкусно, но интересное такое. У меня никто не спросил, хочу я курицу или семгу. То есть мне принесли какой-то шашлык на палке из курицы. Просто вообще невероятно вкусная тыквенная каша. Тыквенная каша, вот эта тыквенная каша. Очень вкусное блюдо просто, невероятно. Я вообще тыкву не ем. Кристин, а тебе как? Не мое, просто не мое, на любительном. Ну, я бы не стала больше это точно есть. Крошки. Ну, короче, я делаю ставку, вот эта двойка уже точно мне попадает в черный список. Сразу. Вот это еще пока не знаю. Вроде бы как бы хвалит. Но какие-то у нее есть такие моменты, там, тыква не мое и так далее. Но вот эти вот двое точно сдружатся, они будут засрать. Вот они будут делать рейтинги. Мои, коль банкет вам не нравится, вкусите пищи духовной. Ребята из столицы приехали играть на виолончели. Это что еще такое? Оля сказала, что будет фуршет. И мы к нему готовили. Занесли свои пироги, пиццу, там, все с собой принесли. А зачем? Я что-то не понял. Зачем пирожки? Ну, вы даете. Это же интеллигентная свадьба. Какие пирожки? Вообще голодные просто. Вика себе была ужасно. Она постоянно хотела есть, она постоянно все ела. Даже я устала от того, что она постоянно говорит, я хочу жрать. Вообще голодные просто. Вика, ну ты же на свадьбу не поесть пришла. Хоть с гостями пообщайся. И что-то она. К нам подсадили какого-то мужчину. Туда же примыкают. Мы ходили уже по Неве. Ваденье? Я не проснулся. Он весь вечер пытался нам рассказать, по какой причине, а что вы здесь делаете, а чем вы занимаетесь. Это ужасно мужчина, просто, господи, ненавижу таких. Тш-ш-ш, девушки, сейчас песня будет. Ах, это сюрприз был. Это был сюрприз, а мы не поняли. Он запел. Ну, оперные певцы. Просто упал. Ну, да ладно. Павел нас удивит. Ну, я так понимаю, очень творческая семья. То есть они, актеры, заказали там себе живую музыку такую вот прям оперную. И тогда вот тут вот оперные певцы. Начали очень громко петь. Начал резать ухо очень вот такие высокие ноты. Ужасная свадьба. Вик, ну, людей немного на свадьбе, да, это правда, реально очень немного. На этой свадьбе не было торта. Было так, подали, знаете, там эти вот на эти пирожные. За Олю на счастье, давай все. Я вот заметил, очень часто уже торт могут не использовать. Тем более, когда у тебя бюджетная свадьба. Как по мне, неплохой тоже вариант. Не знаю. На самом деле пирожное было вкусное. Ох, хоть что-то зашло. И танец будет красивым. Выходите на палубу. Такая культурная свадьба, знаете, такая прям. Ну, прикольно, мне нравится, необычно. Это было, конечно, очень красиво. Потому что для меня, например, непонятно, как в таком узком пространстве можно станцевать. Хорошо поставлено, таково никак не видела. Красивый танец, жениха с невеста. Ну, прям отучили, видно. Было немножко наигранное, все равно казалось, что, конечно, они актеры. А, по-моему, отличный танец. Ладно, девушки, вот вам еще бонус. Разводные мосты. Разводят! Я впервые в жизни своей увидела разводные мосты. С корабля это, типа, необычно, красиво. Они же, по-моему, разводятся ночью, да? Там, по-моему, в 3-4 часа ночью. И на этой романтической ноте выставляем оценки. За банкетное меню на свадьбе Ольги я ставлю 3. Потому что ни одно блюдо мне не понравилось полностью. 3 за то, что хоть было что поесть, Викуля. Ну, посмотрим, как ты отпразднуешь. Вообще голодные просто. Свадьбу организовывали на корабле. Я Ольге ставлю четверку. Потому что к тому времени, когда мы приехали, к ней было все организовано. Ну, наверное, он не организовано было по той причине, потому что корабль, в общем-то, работал. И вот они уже после рабочего дня договорились об аренде корабля. Поэтому посетители, которые там были, вышли, начали накрывать стол. 100% было именно так. Ничего страшного, я этого реально не вижу. Сидимное платье Ольги я поставлю десятку. Десятку? Она выглядела шикарно. Ну вот и все, ты замужем теперь. Давайте, а кто следующий? Это Нижний Новгород. Город, в котором живут розовые единороги, принцессы и злые колдуны. По версии нашей невесты Кристины. Именно в этой прекрасной сказке она и познакомилась со своим женихом Александром. Знакомы давно были мы со школы. Как-то один раз я шел вечером домой, смотрю, сидит с собакой. Подошел, поздоровался, и вот до сих пор каждый вечер мы с ней гуляем с собакой. Конечно, как он мне сделал предложение, я вообще в шоке. Конечно, я вообще не ожидала. Меня в такую аферу втянул. Давай, перестань. Просто, Кристина, ты участвуешь в конкурсе. Выиграл небольшой приз, едешь, забираешь все. Я такая думала, колодочки новые на машину. Я за секунду оказалась просто... Кто о чем думает, там платье, что-нибудь. А кто-то думает, колодки новые на машину поставить. Я на сцене, и я поняла, такая встала и не понимала, что мне говорить вообще, что мне делать. В этот момент начинаю выходить я, а я такой самоуверенный. У меня на плече сто одна роза лежит, я как дровосек их несу. Подхожу, все такое, вручаю ей цветы, достаю кольцо, встаю на колено, просто забываю все, что хотел сказать и молчу. Я через силу из себя выдвинул вот эти слова. Ты выйдешь за меня? И тут... И Кристина тоже такая шепотом. Да. Мы обязательно победим. Потому что в любой сказке должен быть хэппи-энд. Ребята, свадьбите, собирайтесь на свою сказку. А ну давайте посмотрим. А то заверницам уже не терпится на нее посмотреть. Приехали мы в лес. В лесу и сейчас начнется сказка про Белочку. Там вообще какой-то Черномыль, где были заброшенные качели, какие-то спасатели. Для меня это был шок. Не нужно шокироваться. Вот жених, он сейчас все объяснит. Проходите пока сюда, нам сейчас все объяснят. Свадьба возле воды или что? Кристина заколдована. И чтобы ее расколдовать, тебе нужно пройти шесть этапов. В Джанку поиграть. Задание для жениха. Не поняла, что это было выкуп. Тебе нужно залезть в каждый ящик. Птицы, змеи, тараканы, жаба и крыса. Было ужасно неприятно. А-ля пройди испытания. Все это происходило в лесу, заброшено в Чернобыле. Просто в жестком. Это было очень-очень долго. Я в какие-то моменты выключалась, и некоторые задания даже не понимала, что происходит. Оль, если вкратце, жених прошел все испытания. И можно идти за невестой. Мы спускались по обрыву. Окей. В результате Кристину мы нашли внизу. Рядом с болотом. Там Кристина валяется. Тише. Кристина валяется. В этом платье за 120 тысяч рублей. Возле болота непонятно, что происходит вообще. Что это за сценарий? Белоснежка или что? Вик, ты что, сказок не читала? Кристине неплохо. Она ж заколдованная принцесса. Ну, она ж нас ждала, когда ее расколдуют. Ладно, да. Мой принц. Девушки, а пока принцессу расколдовывают, вы платье оцените. Кристина на платье. Немножко не по фигуре было. За 120 тысяч. Полная машина. Уже я думал, ей трусы одевают. Эта подвеска была на ногу. Я думал, дорогая-то забыла трусы о ней. Кристина, ты вообще в курсе, сколько это платье стоит? Ты еще куда села-то? Платье у Кристины было шикарное. Во всех пониманиях этого слова. По дворцу мы приехали уже немного уставшие. Нет, это не просто обмыть ее в шапанском. Наверное, красиво, площадь какая-то у рынка. Мне очень понравились декорации, которые были. Все было нормально, так романтично, красиво. Вот если честно, вот это выглядит, как будто бы сложили цветы к памятнику. Я и говорю, что звенки такие. Прям позорище, вот правда. Эстеты мои, усаживайтесь и встречайте молодых. Вышел жених. Александр. В чем позорище? Я пока еще не понял, но давайте посмотрим. Потом вышла невеста с отцом. Когда был текст в уездной регистрации, это было очень-очень долго. Она перечитала все сказки «Красавица и чудовище». Не знаю, там «Золушку», «Белоснежку». Как прекрасно чувство любви. И как им невероятно повезло, что именно они встретились. Готовы ли вы всю свою жизнь делить радости? Я вам отвечаю, она очень жесткая. Она с каждым разом это звание подтверждает. Я хочу видеть мужика. Вот правда. Я не буду сейчас, знаете, там как-то вот говорить, что вот, ты мыслишь стереотип. Ну, давайте посмотрим. Ну, согласитесь, очень жесткая, токсичная эта черная барышня. И беды готовы. Конечно, дорогой. Добро пожаловать на свадьбу Кристины. Бюджет свадьбы – 1 миллион рублей. Стиль свадьбы – сказочный. Фишка – заколдованная невеста. Ну, за лявочек это… Наконец мы пришли в зал. Ну, и когда мы попали в сказку, мы поняли, что это сказка, походу, в средневековье. Там даже запах был именно такой же. Ну, прикольно, необычно. Зал был украшен канделябрами, хрустальными гирляндами. С дешевыми юбками на липучках, тканями непонятными на столах. Это даже не скатертью. Пластмассовые стулья, пластмассовые свечи. Тарелки эти дешевые, пластмассовая посуда под хлеб. Пластмассовые стулья. Это что не так? Из чего они хотели, чтобы оно было? Из позолоты, я вот не могу понять. Я вот смотрю честно, мне нравится. Стол, пластмассовые свечи. Они были не парафиновые. Девушки, это же ради вашей безопасности. На вкус блюд это точно не повлияет. Ну что же, можно есть? Стол был разнообразный. Особенно впечатлил меня горячий. На столовой бизнес-лассе, наверное, там за 200 рублей где-нибудь у вас в метро можно купить такой. Когда я увидела на столе свой любимый студень и еще из языка, я безумно люблю язык. Ну она просто вот как есть, язык вот с этими, бульбушками вот. И когда я его взяла, к сожалению, он был не почищенный. На нем были вот эти такие шелушишки. К сожалению, кухня ее подняла. Может, шоу-программа спасет? Встречайте, первый танец молодых. Ну зато места много для танца. Мне танец понравился, он был очень необычный. Я, честно, такого еще не видела. Было очень красиво, мило и по-настоящему. Но в конце данного танца Кристинка решила запрыгнуть на Санька. И так она прям подготовилась. На него. Красоточки мои, теперь и вы можете потанцевать. Таня старалась веселиться. Таня сегодня зажгла. Если бы не она, свадьба, наверное, была совсем грустной. Таня хорошо относится к Кристине. Ей не хотелось, даже если ей что-то не нравилось или не было настроения, ей не хотелось ее обидеть. А Вика даже не стала делать вид. Вика все написала у себя на лице и с ним ходила весь вечер. Мне ничего не нравится. Я не могу, когда сядем, пошли сядем. У меня ноги. Может болеть нога, но лицо-то у тебя может быть довольное, правильно? Что-то внутри у тебя хорошее должно быть. Было скучно, очень скучно. Ожидание вот чуда вот этой сказки, вот чего-то необычного, каких-то, может, костюмированных, наверное. Я понять не могу, она беременна, так показали какие-то кадры, то ли так пузо торчит, то ли она беременна. Актеров. Вика просила костюмированных актеров. Получай, специально для тебя. Непонятные фрики в белых колготках и мяч, как живот был сделан, и еще на платформе большой. Два сперматозоида. Что это? Что это? Это сперматозоида. Я тоже так предположила. Они собирали на мальчика и девочку, я не знаю, кто это был. С каждым часом надежда, что что-то все-таки будет такое, вау, оно пропадало. Это сбор денег. Мы очень устали, сил сидеть больше не было, потому что мы с самого утра на ногах. Мы приняли решение, что надо идти уже домой. А как же торт? Торт нужно было ждать еще как минимум полтора часа. Девочки все плохо чувствовали? Мы решили покинуть данное мероприятие. Ну куда же вы так рано? Сказку не досмотрели, колец не дождались. Это самое интересное как раз. Финал, еще не было танков, это середина свадьбы, еще столько всего. Главное, скинь потом видос, что там надо было. Крошки мои, выставляйте оценки. За банкетное меню на свадьбу Кристины я ставлю три. Еда Кристины была похожа на столовую еду, которую я могу поесть, в принципе, в любой столовой. За свадебное платье Кристины я ставлю тройку. Когда ты заявляешь о том, что у тебя будет все классно, шикарно, когда ты говоришь про такие бюджеты, ты должна делать все одно действительно классно, шикарно. А у тебя не должно быть на платье просто блесток, которые потом осыпаются. За место проведения свадьбы Кристины я ставлю шесть баллов, потому что это красивое историческое место. Это достойно внимания. Кто следующий? Смотрите далее. Чем удивит казачья свадьба? Давайте бухать! Все наливайте водку все, давайте! Вселенский заговор на Викиной свадьбе. Мы решили сегодня визуализировать ее настроение в наших нарядах. И как Вика отомстит соперницам. Я сказал, что ты пойди. Ну вот и все, ты замужем тебе. Окей, давайте, кто у нас будет? Добро пожаловать в Волгоград. Город, где рыбачить детей учат раньше, чем ходить. Ага, это черненькая, да? Именно здесь сыграет свою казачью свадьбу наша третья пара Татьяна и Евгений. Ах, это жесткая. Мы познакомились, занимались общим делом. Женя был моим руководителем. И на самом деле, когда я его увидела, он вел у нас собрание. Я когда увидела очаровательную улыбку, сразу поняла, что кажется, мне он нравится. Очень часто начала звонить Жене и задавать различные вопросы. Находила какое-то с ним общение. Кадрила немножко. Я все-таки решил сделать предложение именно в новогоднюю ночь. После того, как запускали фейерверки с помощью моего охотничьего ружья, запускали ракетницы. Я надули ружья, поднес Тане кольцо и со словами, то будь моей женой. Она его берет и он так пааааа, и рука нахрен почти с ним разлетелась. Но имей в виду, у тебя есть право ответить и нет, конечно же, но в патроннике еще один патрон остался. Таня, ну хватит рекламировать свою свадьбу. У твоих соперниц и так ожидания завышенные. Ожидаю, конечно, что будет прям вот так, как Таня. Я сегодня готовлюсь прям танцевать, веселиться. Я, безусловно, буду веселиться вместе с казаками, подпевать все песни, которые я знаю, потому что я это очень люблю. Гулять, танцевать, Танюхи. Вперед! Казачьим развлечениям! Мы приехали. Прекрасное зеленое место. А казаки будут? И лошади будут, и кони. И вообще, прям вообще. Я слышала, на самом деле. Заходим мы к Тане в это помещение, в этот отель. Мне кажется, да. Я уже готова. Где просто поклонение у меня сейчас? Нас посадили в комнату. Ну что, присаживайтесь. Начался выкуп. Было настолько душевно и приятно находиться на этом выкупе. Я просто была в восторге. Мы очень долго ждали жениха. Вообще думали, что мы на самом деле увидим, как он на коне прискачет. Но этого нам не показали. Вообще непонятно, что бы происходило. Еще был какой-то шок у нас. Вик, специально для тебя объясняю. Дверь в комнату невесты закрывают платком, чтобы жених не видел свою суженую. На платок вешают ленточки. Ленточки дают в руки девушкам. Приходит жених. А мы купцы. О, как. Пришли до товара. Теперь казак должен тянуть за ленточку, чтобы забрать свою невесту. Ой, какая красивая. Твоя? Вот первая не та. Зеленая, да? Вторая тоже не та. Опять не та. Ой, зеленая. Непонимая. Третья. И снова не невеста. Ладно, поразвлекались и хватит. Отдавайте жениху его, красавицу. Мне безумно понравился выкуп. Он был стилистический. В стиле как раз, как выдержан был. После выкупа нас повели на регистрацию. Давайте поприветствуем нашего жениха. Ага, вы и знаете. А еще тут такая регистрация, а-ля как-то американский стиль называется, да? Когда не один там свидетель или свидетельница, когда там по четвери стоят. Дружки, наверное, да? Это называется. Третья! Мы представляем бабу Учезарную. Невесту Татьяну. Ага, это на папу. Платье мне понравилось очень. Прическа у невесты была. Шикарный макияж был шикарный. Выглядела она как богиня. Мне понравилось ее платье, но чтобы мы все упали в оморок, мне кажется, ей надо было одеть что-то облегающее, что-то такое вот прям... Совершенно обычное платье. Потом я думала, что у нее от подушки, короче, это перо застряло на спине. А потом я увидела, что она вся на этих перьях. Ну, мне платье не понравилось. Это много чего не нравится. Ей все галмо. Давай, Донсер! Вы, зная регистрацию Тани, мне понравилось. Было тоже, как она говорила, в стиле такое, да. В классическом европейском стиле. Красивая церемония. Я в этот момент подумала, все, я проиграю. Точно не вытянула вот такого вот настроя, такой качественной свадьбы. Вик, да не расстраивайся ты раньше времени. Еще целый банкет впереди. Добро пожаловать на свадьбу Татьяны. Бюджет 500 тысяч рублей. Стиль казачий. Фишка казачьей традиции. И вот он шок. Все оказалось не так радужно, как можно было предположить на первый взгляд. Есть к многому, к чему придраться. Пустые столы, какие-то диваны пустые, прикрытые. Я в шоке. Либо вообще ничего не надо было делать. Согласна, было бы лучше без этих штук. Что-то побольше. И для такого большого зала было очень мало... А, некоторые столы накрыты, некоторые нет? Типа, как это? Декораций. Пустая барная стойка, пустые столы. Конечно, мы терялись в этом зале, было неуютно. Все время было какое-то ощущение, но как будто мы... Ну, мы находимся не то, что... Как-то недозаполнено, кажется, да? То есть, ну, наверное, столы просто... Некоторые, которые не используются, Двигают в сторону, которые используют, Вывели на центр. Ну... На свадьбе, ну, просто пришли в ресторан. Может, банкет будет свадебным? Конечно, хотела что-то интересного, казачьего, да? Что-то попробовать. Была очень невкусная селедка со шкуркой. А тебе все не нравится? Ничего себе. Попыталась поесть икорочку, не получилось. Потому что, как сказал гость, Который сидел с нами вместе за столом, Ну, мы живем тут вот, в Волгограде. Мы знаем, как должна выглядеть и пахнуть икра. И если она горькая, значит, ей... Она была горькая. Горькая! Ведущая меня действительно, ну, прям, очень напрягала весь вечер. Она настаивала, чтобы все пили. Всем пухать. Выпьем? Выпьем. Так, все быстро налили водочки. Желательно всем водочкой. Быстро налили, выпили. Мы наши шарки поднимаем, И пьем сегодня мы на дна. Казачий хор начал петь народные песни. Ну, это ж казачья свадьба. Это вообще ужас, как это было. Хотелось вот так, ааа, боже, 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 и убежать. Потому что, ну, народный вокал, он как бы специфический. Его нужно слушать в балансе. А когда у двух человек микрофон, И ты слышишь вот эти торчащие голоса, И просто они так впиваются тебе в голову. Все, у меня уже с этой страны, с этой страны еще. Это было очень тяжело. Потом все пошли на улицу. Мы подошли к гармонисту. Ай, не ходите, детки, замуж за парней без денег. К вам приехал гармонист с вот таким затейником. И очень нам хотелось петь наши частушки. Вы не смотрите на меня, глазки поломаете. Я не из вашего села, вы меня не знаете. Выходите, девки, замуж за Ивана Кузина. У Ивана Кузина большая кукурузина. Это было здорово. Это было, правда, весело. Тянули канат. Стенка на стенку шли друг на друга. Это не играет в другую кальмара. Тягали гантели. 33, 34, 35. Молодец! Вообще ужас, кто придумал эти конкурсы. Мужчинам точно было весело. Наверное, это было для того, чтобы протрезветь. И потом вернуться. И ведущая такая, давайте бухать! Все, наливайте водку всем, давайте! Таня начала разыгрывать свой букет вот этими ленточками. Вика, мы верим, что ты выйдешь замуж! Так, девушки, тяните за ленточку. У кого в руках останется букет невесты, та вскоре и выйдет замуж. Кто это? Кто? Кто или кто? Надо же! Как неожиданно! А, у кого осталась ленточка, то ты. Вика поймала букет. Ну, как поймала? Вытянула. Букет. По случайности просто. Надо же! Это просто очень неожиданно. Я так не ожидала этого момента. Я даже не знала, что у меня скоро будет свадьба. Такой прям яркий момент в этой свадьбе. Ну что, казачки мои, прощайтесь с молодыми и выставляйте оценки. За место проведения свадьбы Тани я ставлю 4 балла. Зал был довольно простым. За банкетное меню Татьяны я ставлю пятерку, потому что были так и так половина плюсов, половина минусов. Со свадебной платья Татьяны я ставлю четверку, потому что оно не превзошло моих ожиданий. Это сейчас будет свадьба за ноль? Правильно? Без бюджета? Ну, давайте посмотрим. А это Москва. Столица нашей родины. Здесь такие пробки, что каждый автомобилист, выезжая утром на работу, берет с собой запас еды на неделю. Именно в этом городе живет наша последняя невеста Виктория. Двое ее сыновей и жених Михаил. Ну, ребят, расскажите, как познакомились? Я с другом пошел в бар и подхожу к барной стойке, смотрю, сидит Вика. Я подхожу, говорю, привет, что сидишь? Она говорит, встать не могу. Ну, выпила чуть-чуть. Я проводила до дома, и с тех пор мы вместе. Ну, то есть ты познакомился, у тебя была барышня немножко ужерная, что встать не может. И ты, как джентльмен, ее проводил домой. Я так понимаю, дети какие-то от предыдущих мужчин. Весной. Какой весной-то? Зимой. Какой год это был? В феврале прошлого года. Какого прошлого? Воза прошлого. Так. Ну, не важно. Нет, нет, подожди, это очень важно. 27 февраля. Почему-то февраль-то. Январь был вообще-то. Меня совершенно не смущает то, что в Вике 20 сын. Дэн взрослый, Дэян тоже уже большой. Ага, все, от предыдущих мужчин. Я в целом, конечно, я довольна. У тебя это то, что я искала. Понимаешь? Да. И мне пришлось взять все в свои руки, потому что он мне даже предложение не сделал. Я тебе очень все люблю. Взяла мужика в оборот. Вик, ну что, ты готов? От этих мужиков хрен дождешься, пока сама не сделаешь первый шанс. Бывок своей свадьбе. Мы выдержали все пожелания. Это будет негромко, будет что-то поесть. Ты, конечно, молодец. Вот только у соперниц уже с утра боевой настрой. Круто на этой свадьбе не может быть, это невозможно. Потому что я Вика придумала. Ой, Вика такая замечательная. Она так себя прекрасно вела на всех свадьбах. На моей, на Кристине, на Олиной. Поэтому мы решили объединиться и ее свадьбу провести на ура. Настроение у нас сегодня черное. Так как у Вики на каждой свадьбе, на всех трех свадьбах было такое настроение, мы решили сегодня визуализировать ее настроение в наших нарядах. О, чувствую, страсти накаляются. Ну что, злюки мои, вперед на свадьбу. Приехали куда-то. Девочки, ощущение, что мы не в Москве, а где-то на окраине Хабаровска. Наверное, утро невесты было в париквахерской экономно. Виктория подъехала на какой-то иномарочке, и перед ней ехало два мотоцикла. Я не знаю, может быть, это круто для кого-то, не знаю, мне непонятно, зачем. Так бюджет же вроде бы ноль. Ладно! Платье было у нее короткое, под ним были красные балетки. Платье Вики было похоже на мидии. Оно ее очень тяжелило. Я не понимаю просто такие платья. Ну, я не понимаю, правда. Я не понимаю, зачем их шьют, и я не понимаю, зачем их покупают. Так, крошки, проходим на регистрацию. Мы пришли в холле, встали, как-то все было неофициально. Ничего не готово, да? Стоял какой-то мужчина, у которого была сережка в ушах. Считала какую-то речь просто невнятную, непонятную. Не было ни микрофонов, ничего непонятно. А именно сегодня мы собрались здесь, чтобы разделить с ними это прекрасное событие. У меня такое было ощущение, что все потом поднимут руки и скажут, аллилуйя! Согласны ли вы взять Викторию в жены? Да. Согласны ли вы взять Михаила в мужья? Конечно, он же меня не вернул в ЗАГС через две недели. Вика пошутила, что назад слова свои, сказанные в ЗАГСе, не может вернуть, и придется теперь жить с этим человеком. Ну, это такое, да. Бедный муж Вики, просто бедный Миша, мне кажется, он стоял от ее шуток. Мне кажется, он хотел вздернуться, но я бы на его месте именно так и сделала. Добро пожаловать на свадьбу Виктории. Бюджет свадьбы – ноль рублей. Я вот до конца еще пока не понял, каким раком у них получилось за ноль. Какая-то известная личность или что? Стиль свадьбы классический. Фишка – свадьба по бартеру. Ресторан был темный, по стилистике он напоминал какую-то Хабиби, я не знаю. И мне было очень там некомфортно даже просто находиться. Из декораций, из каких-то украшений не было ничего в зале. Ни на столах, ни на импровизированной сцене, где выступали артисты. Бюджет ноль. Вы скажите, каким вы это макаром достигли? Родители оплатили? Это поэтому считается бюджет ноль или что? Ну, хотя бы свадьба по бартеру. Ничего не было. Так как на столе нету декора, я стала. Вика сказала, что ее свадьба будет единственной из всех, где стол будет просто ломиться от еды. Я даже не стала брать беляши с собой, как она на мою свадьбу. Вот видит бог, не стала. Вообще голодная просто. А зря. Потому что потом не принесли никаких салатов. Ходил официант с салатиками и говорил, вам положить, вам положить. Все, что мы по сути пробовали, было достаточно вкусное, но мало. Я съела только салат. Надо переедать. С помидорами и огурцами, как у бабушки с орехами. Все хотят сказать сладко. Да, как у бабушки, прям вкусненько-вкусненько. Потом принесли жульен. Который воняло, когда его просто несли. Жесть, он воняет. Да, нормально жульен. Вкусный, да. Нормально? Да. Приятного аппетита. Ну как мы можем есть жульен, который плохо пахнет? Ну, коль есть не можете, идите потанцуйте. Мы вышли танцевать и увидели суперэкстравагантную женщину. Ой, это жало секс-бомба. Мужиков взгляд тигрицы. Выполняла какие-то кандибоберы все время руками. И подходила ко мне и говорила, музыку, музыку, надо чувствовать музыку, девочка. Просто богиня. Я не знаю, как по-другому сказать. Эта женщина меня вызывала на батл. Я на самом деле завидую ее самоотверженности, ее просто самоуверенности. Таня, сделай ее! Сомка пошла в бой. Таня пыталась. Ну, Таня, по сравнению с ней, ну, могла даже не стараться. Она, ну, мне кажется, она вот милая всея. Ну, моя красотка. Вот просто, я не знаю, нам учиться и учиться у нее так отжигать. Этот взгляд просто... Ведущий пригласил нас, троих, якобы на конкурс. Я хочу пригласить вас, пожалуйста. Я замужем. Это хорошо. Я подумала, что сейчас, не дай бог, начнется конкурс, надуй шарик. Для тех, кто действительно уже связал себя в мусоре брака, у нас есть... Распашонки сейчас будем рисовать с тобой. Сюрприз. Естественно, я почувствовала какой-то подвох. Мы подозревали, что сейчас будет какой-то ужасный сюрприз для нас, потому что, зная Вику, только эту можно ожидать от нее. И что это будет? Ну, вот и все. А, стриптизеры, наверное, будут. Вика, я тебя убью! Охотник ты мой, господи! Когда началось это, я даже не знаю, лучше был бы стриптиз, или бы я шарик надувала, не знаю даже. Вот, Вика, вот, ну просто, ну вот, вот... Как тебе, почему к тебе пришла вообще в голову мысль, что трем замужним женщинам очень хочется на твоей свадьбе, чтобы вокруг них потанцевали стриптиз? Чего они еще могут захотеть? Только стриптиза. Больше ничего не могут здесь женщины захотеть. Ну, если ты себе можешь позволить при своих там бабушках, дедушках и так далее трясти там, господи, этими мужчинами ужасными, то, ну, как бы мне даже перед твоими родителями было стыдно. Она специально это сделала! Хорошо, дети, ну, не знаю. На свадьбе детям своим маленьким ты хочешь действительно показать, как просто какие-то три тетеньки сидят и вокруг них танцуют полуголые мужики? Что? Ну да, странно, я согласен. Я не против типа стриптиза, типа, каждый отдыхает как хочет, но это как-то не сильно уместно здесь смотрелось. Что? Почему тебе это пришло в голову? Как? Просто как? А гостям понравилось. Игрица пошла в бой. Ну, не знаю. После этого я приходила в себя, ну, наверное, полчаса. Так, девушки, внимание. Сейчас невеста будет букет бросать. Тань, я бы не рискнула. На самом деле я профессиональный ловец букетов и просто хотела показать свои способности. Мальчишник, девичник, шикарный вариант. Ну, свадьба, как по мне. В потолок. Ну, там одна девочка очень хотела, видимо, выйти замуж. Я просто помогала бы ей поймать букет. Молодец, Тань, очень благородно. Сначала оторвать, а потом отдать. Вот к ней с вечера, когда мы уже собирались уходить. Пришел момент познакомить вас с Катей. Кто это? Пришел экстрасенс с экстрасенсорными способностями. Я хочу узнать про их судьбу. Все-таки кто из нас выиграет и кто чего стоит. Это же экстрасенс. Татьяна. Вряд ли она победит. У нее есть некоторая такая, ну, скажем, немножко высокомерность такая. Ты хороший человек, ты плохой человек, ты пойдет. В общем, короче, конечно же, выиграет. Вот это было неожиданно. Не обижаете? Ну, правда, нет. Очень странно это все выглядело. Когда ты так относишься, ты то же самое получаешь. Потому что бесплатный сыр только в мышеловке. Ну, нам так и не ответили, в общем-то, каким образом она сыграла свадьбу по бартеру. Хотя и стол, и развлечения, все было. Я, может быть, ее не знаю. Может быть, она какая-то популярная дива в инстаграме. Ребят, напишите. Больших оценок. За свадебное платье Вики я ставлю ноль. Оно мало того, что было ужасное внешне, оно ужасно ей не шло. Ну, и это в общем и целом все было ужасно. За банкетное меню на свадьбе Вики я ставлю 4 балла. Еды было мало. За место проведения свадьбы Виктории я ставлю 3. Ну, то, что оно в подвале, да, не хватало света, звука. Вот мы и отгуляли последнюю свадьбу. Буквально одно мгновение, и вы узнаете, кто из невест победил. Как по мне, первая прикольная была послета. И сейчас мы узнаем, кто же заслуживает победы. Кто получит путешествие мечты от канала «Пятница». Вот мне кажется она. Виктория, Москва, Татьяна, Волгоград, Ольга, Санкт-Петербург, Кристина, Нижний Новгород. Девочки, даю вам слово. Последний раз скажите, что думаете друг о друге. Вообще, да? Вообще, Таня, это вообще просто ужасный человек. Просто тварь. Я очень ненавижу тебя, честно. Против меня Таня всех настроила. Я никого не подговаривала. Угу. Таня, она за своего человека, она будет рвать и метать. А если ты не входишь в нашу компашку, то извините, простите. В коем-то веке Кристина перестала со мной разговаривать. Вообще, представляете? Кристина, это как моя маленькая сестреночка. Я хотела, чтобы на проекте у нее все было хорошо, поэтому я ей помогала и что-то советовала. Ну, естественно, в свою пользу. Я не могу не сказать про Викину свадьбу и про этот сюрприз. Я не понятный совершенно. Это было неприятно. Танцующий вокруг нас полуголый мужчина? Нет, спасибо. Избавьтесь. Конечно, Биб. Вот и наступил решающий момент свадебной битвы. Основные оценки невестами уже выставлены. И теперь им предстоит распределить финальные 50 баллов за общее впечатление от свадеб друг друга. Как же затопить? Ну, меньше 50 я не могу. В сумме должно быть 50. А то тебе не 50, а остальным по 0. Минус 1 нельзя поставить? Это 16. Пошла математика. Итак, все оценки уже выставлены. Соперницы сделали свой выбор. Очень скоро мы узнаем, кто победит в этой свадебной битве. Ну как вам? Ну прям вот как в первый раз, да? Ну, они могут засудить, конечно, папа. Мужчонок выскакивают из груди. Прямо сейчас в студию войдет муж одной из невест. Именно эта пара и станет победителями проекта. И... Альджета? Ооо, я рад по самом деле. Вот на самом деле я рад этой победе. Супер. А эти такие... Ой, мы так рады. Фука, зря я ей поставил этих 10 баллов. Поздравляю тебя, мы едем на лазурный берег Франции. Поздравляю тебя. А эти такие, ну бля, что пошло не так? Мы поздравляем Ольгу. Я согласен с победой. Она стала победительницей проекта. Набрав 118 баллов. У Кристины второе место. И 93 балла. Ну так хорошо, тревчук. Татьяна на третьей строчке. У нее 82 балла. И Виктория заняла четвертое место. Там вообще заняли, да? Я с победой согласен. Отпускаем вас готовиться к путешествию. О, сейчас начнут. Девчонки. А для вас начинается самое интересное. Откройте книгу оценок. Я понимаю, что в каких-то сезонах типа оставляли а-ля победительницу для того, чтобы обсудить. А в некоторых ее уже в общем-то провожали и типа отдыхайте. Хотя мне кажется прикольно, когда она оставалась и там говорили, ах ты сучка, ради победы занижал или так далее. И посмотрите, кто лишил вас заветной победы. Ну, Татьяна. Я в шоке, просто можешь не говорить. Это, можешь помолчать, да? Мы все поняли. Идеалит. Вик, выйди отсюда. Идеалит. Вик, вопрос не будет. Особенно мне нравятся общие впечатления от свадьбы, Вик. Это настолько сильно. А ноль баллов за что? За твою громкую свадьбу. Это не вообще будет. Когда ты просто сидишь за столом, за столом на моей свадьбе, когда ты общаешься с моими друзьями, когда ты продолжаешь с ними общаться и ты ставишь ноль баллов. Ну, для меня это смешно. И это твой, конечно, очень. Ну, все, я лицемерка. Ну, ты не то чтобы лицемерка. Если честно, ну, это прямо низко. Я не могу просто поверить. Ибо мы едем на Лазурный берег Франции. Ну, круто. Ну, что, ребят, вот мы и подошли к концу. Но я согласен с победой. Мне кажется, на самом деле, это была такая ной спар, которые заслуживали победу. Я не буду говорить, что это было лучший из лучших. Но из этой четверки хорошо, что именно так и произошло. А как вам выпуск? Возможно, вы бы дали кому-то другому победу. Напишите об этом в комментариях. И кто, по вашему мнению, был самым таким подлым. Самой, точнее, подлой коварной женщиной. Это были 4 свадьбы. Увидимся в новых выпусках. Всем пока.